Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Назара. А почему многие детеныши животных для нас милые? Это чтобы они смогли выжить? Ну, например, цыгренок милый, но вот взрослый тигр не милый и готов убить меня, и поэтому я боюсь его, и он для меня не милый. Эта эволюция так создала детенышей или она нам дала такую особенность? Ну, в данном случае, наверное, и то и другое, и эволюция создала так детенышей и нам дала возможность на это реагировать. Еще в 40-х годах лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц разработал концепцию, которую он назвал «Детская схема». И согласно этой концепции у детенышей есть определенный набор черт, которые, ну, часто называются миловидностью, которые являются для нас таким своеобразным ключевым стимулом, запускающим у нас желание и стремление заботиться о них, кормить, обогревать, гладить и так далее. Смотри на себя! Чем ты знал? Я делаю то же, что и ты! Что же это за набор черт? Ну, наверняка и у человеческих детей, и у детей-животных, у детенышей вы наверняка эти черты замечали. Это особенные пропорции, голова крупная относительно размеров тела, а конечности, наоборот, короткие и толстые, пухлые. Пухлое тело, особенные черты лица, крупные глаза, пухлые щеки, маленький нос, маленький рот. И весь этот набор черт действует на нас просто магически, потому что, когда мы видим детеныша или человеческого малыша, они вызывают у нас умиление и стремление каким-то образом о них позаботиться или приласкать хотя бы. Как так могло произойти? Считается, что особенно это важно для тех видов, у которых присутствует достаточно длительная забота о потомстве. Вот эта детская схема, она возникла как эволюционная адаптация и позволяет детенышам выживать, поскольку обеспечивает их хорошей заботой со стороны родителей. Причем интересно, но понятное дело, что мы эти черты замечаем в представителях своего вида, но мы также отлично видим их и в представителях другого вида. И зачастую, даже если мы не знаем, что это за вид животного, мы можем отличить малыша, детеныша от взрослого представителя этого вида, потому что действительно этот набор черт, но, конечно, в несколько ином варианте, но тоже вот у животных мы можем часто наблюдать толстенькое пухленькое тельце, коротенькие лапки, кругленькая мордочка, короткое при этом крупные глаза. И все это выглядит достаточно умилительно. И мы узнаем эти черты у представителей практически любого вида. Причем не только у млекопитающих. Такую же реакцию, как правило, вызывают у нас и детеныши, например, птиц некоторых, особенно если говорить о выводковых птицах, у которых птенцы вылупляются уже вполне такими сформированными, покрытыми мягким пухом, и они тоже подходят под эту детскую схему. Мало того, даже такое вроде бы неблизкое нам животное, как крокодил, пока он маленький, тоже может вызывать у нас умерение. Причем умиление мы испытываем и в том случае, когда просто рассматриваем изображение детенышей, животных или человеческих детей. В чем же тут дело? Вот ученые попытались разобраться в экспериментах, они показывали изображение детенышей, животных, изображение человеческих детей, и при этом пользовались магнитно-резонансной томографией для того, чтобы понять, какие зоны мозга при этом активизируются. И оказалось, что при этом активизируется орбитно-фронтальная зона мозга, это участок префронтальной коры в лобных долях. И именно эта зона, помимо всего прочего, отвечает, например, за принятие решений и за вознаграждение. Потому что, так сказать, у нашего мозга существует такая определенная система вознаграждения, ее ожидания и, соответственно, реакция при ее получении положительной эмоции. Так вот, оказалось, что именно эта же зона активируется, когда мы смотрим, например, на малышей, и причем активируется она с какой-то невероятной скоростью. Для ее активации требуется всего-навсего 13 сотых секунды. Это даже быстрее, чем происходит у нас опознавание лиц. И поскольку реакция происходит так быстро, то практически мы действительно не успеваем осознать эту реакцию, она происходит спонтанно. Люди пользуются такой особенностью и используют детскую схему, ну, например, при производстве детских игрушек, ну и вообще при производстве различных товаров. Даже такое, вроде бы, далекое от живых существ товар, как автомобиль, если ему придать определенные черты, тоже подходящие под детскую схему, например, крупные кругленькие фары, такое, обтекаемые формы, то он тоже вызывает у людей подобную реакцию, что, в общем, тоже было доказано исследованиями. Активно используют детскую схему при создании различных мультфильмов и даже проводили такое исследование, как постепенно менялся облик Микки Мауса от самых первых мультфильмов, которые вышли с этим персонажем, и до мультфильмов практически современных. И оказалось, что если сначала Микки Маус, в общем, в большой степени напоминал настоящего грызуна, он имел достаточно длинную вытянутую морду, тонкие конечности, то постепенно его образ менялся, и менялся как раз в сторону получения таких более детских черт, то есть морда укорачивалась, она становилась более такой округлой, более крупные глаза, более короткие и толстые конечности, и, соответственно, это делается для того, чтобы вызвать больше симпатии к этим персонажам. Ну, а если среди вас есть любители, например, японской культуры, то вы увидите, что и манго, и аниме тоже активно используют этот прием, и практически все их персонажи имеют круглые лица, очень крупные, прям, я бы сказала, утрированные крупные глаза, маленький рот, нос или вообще не прорисован, или прорисован совершенно так слабо, вот, и это тоже все те самые детские черты, детская схема, которая прекрасно работает. Ну, и давайте вспомним о наших домашних любимцах. На самом деле, часто у домашних питомцев уже во взрослом состоянии сохраняются некоторые детские черты, и это не только внешний облик, который, конечно, очень важен, но это еще определенные черты поведения. Например, у домашних животных по сравнению с дикими родственниками снижена агрессивность, в том числе и агрессивность по отношению к человеку. Кроме того, вы знаете, что не только детеныши, например, наших кошек и собак, но и взрослые животные очень любят играть. Это тоже такой элемент детского поведения, который, как правило, мы не отмечаем у взрослых диких животных. И, кроме того, люди выводят нередко породы животных домашних, которые даже во взрослом состоянии остаются похожими на детенышей. Это и различные карликовые породы собак, которые остаются в течение всей жизни очень маленькими. Еще используется такой прием в селекции, как сохраняется животное с деформированным черепом, и для них это, в общем, на самом деле не очень хорошо, но деформация черепа приводит к тому, что укорачивается морда, и при этом взрослое животное выглядит очень мило, и в нем сохраняются также детские черты. Так что детская схема, с одной стороны, мы реагируем на нее совершенно неосознанно, да, она является для нас определенным ключевым стимулом, который включает желание заботиться. С другой стороны, детскую схему активно используют и в киноиндустрии, и при создании различных товаров для людей, ну, что, в общем, наверное, совершенно естественно. Ну, и если говорить о животных, то вот то, что для нас является ключевым стимулом, да, вот эти детские черты. Безусловно, эти черты детские являются ключевым стимулом и для животных, и наверняка вы замечали, что даже к малышу другого вида, как правило, взрослое животное относится довольно лояльно. Но, например, животное такое, как собака домашняя, не будет как-то злобно реагировать на маленького котенка, да. То есть, и нередко бывает так, что, например, кошка выкармливает животных другого вида, и бельчат, и ежиков, ну, в общем, малыши, которые оказываются рядом с кошкой, они достаточно быстро ею признаются и допускаются до кормления. Вот, так что это говорит о том, что действительно детская схема, она, в общем, достаточно всеобъемлющая. Но при этом, вот, например, у птиц все-таки поведение больше содержит таких жестких инстинктивных программ, и поэтому некоторые стимулы можно заменить искусственно сверхстимулом, и животное на него будет, соответственно, реагировать. В экспериментах, например, чайки, которая насиживала свою кладку, предлагалось яйцо, похожее по форме и расцветке на ее собственное, но гораздо больших размеров, искусственное яйцо. И чайка бросала насиживать свое собственное яйцо, потому что вот это огромное яйцо становилось для нее сверхстимулом. Вот, несмотря на то, что оно не настоящее, вот, тем не менее, животное так на него реагировало. Ну что же, спасибо большое Назару за отличный вопрос, и вы, друзья, тоже не забывайте писать нам свои новые вопросы в комментариях, не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на наш канал, и, конечно, мы всегда рады видеть вас в нашем музее. Всем всего самого доброго. Пока!